Всем привет! В сегодняшнем видео мы соберем робота, который будет балансировать на двух колесах. Это очень распространенная схема, но собрать ее бывает иногда проблемно, потому что многие не знают, как работать с гироскопом и акселерометром, и как вообще настроить вот это положение равновесия. Так что в сегодняшнем видео все разберем, будет интересно, не переключайтесь. Корпус робота я буду делать из оргстекла. Вначале нужно разметить нужные пластины, чтобы уместились двигатели и ардуинка. Таких пластин понадобится 3 штуки, но тут все зависит от ваших желаний, можно и двумя обойтись, а можно сделать двигающуюся этажерку. Вначале я думал прорезать направляющие и просто сломать, но 6 мм оргстекла не так просто сломать, поэтому пришлось отпиливать ножовкой. После нужно вырезать пазы для двигателей, а теперь нужно просверлить отверстие для крепления. Вот тут я очень порадовался, что у меня есть сверлиный станок. Ссылку на этот станок смотрите в описании под видео. Вначале нужно поставить сверло самого маленького диаметра, чтобы насверлить направляющие отверстия, чтобы после поставить сверло большего диаметра и уже рассверлить нормальные отверстия. То же самое делаем и для другого двигателя. Затем нужно просверлить отверстия для направляющих шпилек, с помощью которых будет крепиться весь корпус, а также отверстия под ардуино. В итоге получается 3 таких пластины. Теперь можно начинать сборку. Ставим двигатели, ставим ардуинку. В этом проекте я буду использовать свой модуль для ардуино, который я разрабатывал ранее. Ссылку на этот модуль вы также найдете в описании. Затем подключаем двигатели. Ставим шпильки и собираем оставшиеся пластины и отсек для батарей. Все, наш робот готов, и теперь начнем писать пробу. Вначале подключаем библиотеки. Затем задаем константы для вычисления угла наклона. Глобальные переменные. Номера, куда подключены двигатели. Переменные для PID-регулятора. Здесь мы вызываем PID-регулятор. В сетапе объявляем порты. Скорость с обменными данными. И подключаем A2C. Запускаем и калибруем гироскоп и акцелерометр. Включаем PID-регулятор. Ну а дальше идет уже основная исполнительная программа. В ней мы вычисляем угол наклона относительно оси OY. И передаем это значение в PID-регулятор. PID-регулятор нам выдает значение шим-сигнала, которое надо передать в две функции, которые управляют моторами. Ну и в конце написано две функции для работы с моторами. Что ж, теперь поговорим о том, как настроить PID-регулятор. Подключаем робота, открываем программу и находим строки для настройки коэффициентов. Вначале ставим все в ноль, а пропорциональный коэффициент на единицу. Загружаем и смотрим, что происходит. Вначале роботу нужно время для настройки. И его нужно держать в вертикальном положении. Попробуем отклонить робота, и мы не наблюдаем никакой ответной реакции. Значит, надо увеличить коэффициент. Увеличиваем его до 10, загружаем, проверяем. Выглядит намного лучше, но недостаточно. Ставим 50. Загружаем, проверяем. Теперь это хорошее значение. Можно попробовать увеличить дифференциальный коэффициент. Он должен быть меньше единицы. Его также ставим сначала маленькое значение, проверяем работу. Если недостаточно, то увеличиваем. Когда получаем заметное улучшение стабилизации без прихода в автоколебание, то начинаем менять интегрирующий коэффициент. Он обычно больше 100. Его также увеличиваем, загружаем, проверяем. А дальше только эксперименты. И помните, в этой задаче нет единственного верного решения. И нужно проводить много экспериментов с разными коэффициентами. И помните, что ссылки на программу вы найдете в описании под видео. Пишите в комментариях, если у вас получилось или не получилось настроить педрегулятор. Теперь, после того, как мы научили робота балансировать, настроили педрегулятор и все у нас хорошо, замечательно, пару слов хочется сказать о конструкции, об ошибках, которые я допустил в самом начале. Итак, смотрите. Изначально у меня аккумулятор стоял здесь. Акселерометр-гироскоп стоял в этом месте. И что хочется сказать. Получается, центр масс находился не внизу, а вверху. И балансировать было намного тяжелее. Потому что, если даже было отклонение небольшое на пару градусов, из-за того, что масса вся находилась сверху, было очень тяжело стабилизировать. Я, наверное, дня три с этим заморачивался. Только потом уже подумал, почему бы мне не переместить аккумулятор вниз и проверить, как это вообще будет работать. Работает это гораздо лучше. Проще настроить. Также был перенесен акселерометр и гироскоп тоже вниз на нижнее основание. Они стоят на одном винте вместе с ардуинкой. По-хорошему, всю конструкцию можно будет сделать даже и меньше. Возможно. В заключении хочется сказать, несмотря на то, что пидрегулятор мной был настроен вручную, грубо говоря, без вычислений каких-то, так можно делать. Нужно ли так делать? Все зависит от ваших возможностей. Если можете рассчитать коэффициенты, если знаете Тау, вы очень крутой чувак. Надеюсь, я сам приду к этому и в следующих версиях уже все с расчетами сделаю. И на этом все. Если вам понравилось видео по робототехнике, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Всем хороших разработок и удачного крафта. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok